Итак, мы изучаем с вами первое послание апостола Павла к Тимофею. И на прошлом занятии мы обсуждали указания Павла о двух группах людей. Мы говорили о том, что Павел оставил к Тимофею конкретные указания. Вначале шла речь о больших группах людей, о пожилых мужчинах, о молодых мужчинах, о пожилых женщинах, о молодых женщинах. По сути, он говорит, не забывай о людях, обращайся с ними как с родными. И затем Павел уделяет большое внимание теме вдов, потому что, по всей видимости, в этом была проблема в Эфесе. Мы не в силах помочь всем, кто просит о помощи, а истинны ли они вдовицы? И Павел подробно освещает этот вопрос. И сейчас мы обратим внимание на третью группу. Павел обращает внимание Тимофея на старейшин, на руководителей церкви. И вопрос сводится к одной теме — доверия. Вот такой вопрос. А вы доверяете руководителям своей церкви? Позвольте привести один пример. Он не из церкви, а из мира бизнеса. Один из лидеров нашей церкви продает страховки. Он работает в страховой компании. И вот однажды он пришел ко мне и сказал, «Брюс, я хотел бы с тобой поговорить о страховании жизни, страховании дома, о страховании твоей семьи». А я ему ответил, «Ну, я доверяю тебе, Боб, тебе не нужно все детали мне рассказывать». Он простонал, наклонил голову и сказал, «Вот этого я не хочу слышать». Он сказал, «Потому что, когда случится беда, а я не объяснил тебе заранее, что делать, ты будешь недумевать, не будешь знать, как поступать». Он сказал, «Я хочу, чтобы ты доверял мне, но я также хотел бы тебя проинформировать о том, что покрывает твоя страховка». Ему все одно, «Ну, я доверяю тебе, я знаю, что ты позаботишься обо мне лучшим образом». Он мне отвечает, «Ну, ты должен знать». Вот давайте перенесем этот пример в церковь. Считаете ли вы, что люди в вашей церкви доверяют служителям? И речь не обязательно идет о пасторе, речь идет о старейшинах, о любых руководителях, которые есть в вашей церкви. Кто-то скажет, «О, конечно, мы любим нашего пастора, любим наших старейшин». А кто-то скажет, «Вообще-то нет». Допустим, вы присутствуете при разговоре, скажем, пастор пришел навестить вас к вам домой. Он спрашивает, «Ну, как у вас дела? Как семья? Как дети?» Вы отвечаете, «Ну, пастор, все хорошо». И пастор говорит, «Ну, может быть, что-то хотите рассказать?» «Не-не-не-не, пастор, все хорошо». Пастор спрашивает, «А в церкви как? Как вы думаете, в церкви все у нас хорошо?» «Да-да, пастор, мы любим вас». И пастор говорит, «Ну, хорошо». И затем пастор говорит, «Ну, в церковь вы приходите, ну, раз в месяц, может быть, два раза в месяц». «О, пастор, не заботьтесь о нас, у нас все хорошо. Каждый раз, когда мы приходим, нам нравятся проповеди, нравится прославление. У нас замечательная церковь. Мы доверяем вам». И пастор уходит из дома такого человека и размышляет про себя. «Ну, мне доверяют». Но в то же время не вовлекаются полностью в жизнь церкви. Может быть, есть проблема в нас, как руководителях. Может, есть проблема в церкви. И когда мы открываем первое послание к Тимофею, то мы понимаем, что в той церкви было много проблем. Не было порядка во время богослужений, вопросы, связанные с молитвой, с лжеучителями. И я думаю, а может, люди в церкви говорили, «О, мы доверяем вам, руководители». В третьей главе Павел подробно рассмотрел качества, которыми должны обладать старейшины и дьяконы церкви. Он показал, какими они должны быть. Но вот что происходит, когда происходят нападки на руководство церкви. Вот что происходит, когда у кого-то растет недовольство. И что происходит, когда это недовольство необоснованное, а что происходит, когда это недовольство обоснованное? А что делать, если пастор или служитель действительно виноват и загрешил, и это стало известно? Как следует поступать? Помните о том, что я говорил, что послание к Тимофею — очень практическая книга? Тимофей ждет совета о том, как поступать в конкретных обстоятельствах. Чтобы Тимофей мог взять это послание и принести на членское собрание и сказать, «Посмотрите, вы мне не верите, но посмотрите, что наш брат Павел написал». О, если Павел написал так. И когда мы подходим в 5 главе к стихам 17 по 25, то мы говорим о руководителях церкви и о том, что следует делать тогда, когда обвинения обращены в их адрес. Если лжеучителя приходят извне, но сама церковь внутри стоит на твердом основании, или если основание дает трещину, как поступать? Давайте откроем Библию и прочитаем стихи из 5 главы, с 17 по 25. Речь пойдет о третьей из четырех групп, для которых у Павла есть конкретные указания. Первое послание к Тимофею, 5 глава, начиная с 17 стиха. «Достойно начальствующим пресетерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего и у трудящейся достоин награды своей. Обвинения на пресетера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страхы имели. Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя «Сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но потребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов». «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». Итак, Павел говорит о лидерах в церкви и старается помочь им понять, как относиться к ним соответствующим образом. И начинает он с позитивного, 17 стих. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь». Достойно ли они учат? Достойно ли они служат? Если в вашей церкви есть пресвитер, который служит недостойно, то к нему не относится все то, о чем здесь идет речь. Тимофеев, в этих церквах есть замечательные служители. Убедись, что они получают соответствующую награду, сугубую честь. Как пасторам не хочется добавить, им следует платить двойную зарплату. Мне бы это, конечно, было на руку, но разве об этом здесь говорит Павел? Совсем нет. Если вы посмотрите на слово «честь» и то, как оно используется в других книгах Библии, то у него есть два значения. «Уважение и вознаграждение». «Уважение и вознаграждение». Знаете, когда речь заходит о руководителях церкви, то речь идет не о власти, а об ответственности. Если служители в церкви достойно несут ответственность, возложенную на них от церкви, то Павел говорит, что они достойны особой двойной сугубой чести, достойного уважения, а также вознаграждения. Он говорит, особенно те, которые трудятся в слове и учении. Не знаю, сколько вы тратите время на изучение Писания, но я в течение недели на подготовку к проповеди в среднем трачу где-то 15 часов. Это включает изучение, чтение, а также подготовку самой проповеди. Много времени уходит на это. А еще есть время на молитву, на подготовку сердца. Я много времени трачу на это. Я не знаю, сколько времени тратили служители в первом веке, но Павел говорит, так как они трудятся в учении и слове, то у них не остается времени на то, чтобы заработать себе на пропитании. Поэтому Павел говорит, забудьтесь о них и убедитесь в том, что вы оказываете им достойное уважение. Пастор, мы действительно ценим то, что вы делаете. Мы видим, что вы изучаете и вникаете, что вы много времени уделяете служению, вникаете в нашу жизнь, в наши обстоятельства. То есть вы оказываете им то уважение, которого они достойны, ведь они так много делают для вас. В Америке у нас есть месяц благодарности пастору. Это каждый октябрь. И это было впервые предложено одной христианской организацией и стало общепринятым месяц благодарности пастору. И в октябре люди в церкви будут писать нам открытки, может быть, кто-то что-то подарит или пришлет немного денег. И мне не передать, каким благословением для меня служат слова на этих открытках. Это может быть что-то совсем простое. Пастор, спасибо, что служите в нашей церкви. А кто-то может напишет целое письмо, в котором объяснит, как, в какой конкретной ситуации, каким образом ему была оказана помощь в нашей церкви. И вот эти открытки, эти слова, они ценят золото. В этом и проявляется оказание чести. Может быть, вы из тех, кто не любит писать письма, а любит все говорить словами, но вы можете подойти к лидерам церкви, которые несут служение достойно, особенно в учении и слове, и скажите им, что вы цените их. Вот подходили ли вы когда-либо к своим пасторам, руководителям, и говорили о том, насколько вы цените их служение. Каждый раз, когда заканчивается наше воскресное богослужение, я выхожу к дверям на выходе и провожаю людей. Пожимаем руки, говорю, «Мистер и миссис Смит, как здорово, что вы пришли». И обычно люди говорят вот что. «Сегодня была чудесная проповедь, пастор». И обычно очень легко понять, искренне ли люди или нет, когда говорят это. Легко определить, когда они говорят что-то, лишь бы что-то сказать. «Хорошая проповедь, пастор, спасибо, хорошего вам дня». А есть люди, которые берут обе ваших руки, пожимают, и от всей души говорят, «Пастор, когда вы проповедовали сегодня, мне казалось, что вы обращаетесь прямо ко мне, или что ваше служение много значит для меня». Когда кто-то говорит мне такое, то я понимаю, что он или она действительно искренне, когда говорят это. И я отвечаю, «Спасибо, это так много для меня значит». Тот факт, что Бог может использовать обстоятельства моей жизни и превращать их в возможность проповедовать Евангелие, которое касается сердец, я прославляю Бога за это. Это что касается уважения, как оказания сугубой чести. Но что же насчет вознаграждения? И знаете, в разных культурах, в разных странах есть разное понимание по поводу того, что означает заботиться о своем пасторе или о руководителях церкви финансово. Я исследовал этот вопрос, и вот что я обнаружил для себя. Может, и вам это будет полезно. Хотя, может, у вас есть другое представление. Но вот что один автор написал. Пасторам следует платить столько же, сколько получают в церкви люди того же возраста, такого же образования, такой же ответственности и с таким же опытом. Они не должны быть богаче или беднее своей общины. И всегда лучше для церкви, если она ближе к верхней границе этого диапазона. По сути, это означает вот что. Пастор не должен быть самым богатым в церкви, но он и не должен быть самым бедным человеком в церкви. Он должен быть где-то посередине. И знаете, это кажется справедливым. Раз в год служители церкви собираются и обсуждают мою зарплату на предстоящий год. Всегда это достаточно непростые встречи. Пастор Брюс, как вам? Хватает? Да, хватает. Да, порой непросто. Дети растут, нужно больше денег. Но спасибо, хватает. Вы платите мне достаточно хорошо. Пастор Брюс, как следует поступить в следующем году? Ну, знаете, я не могу ничего сказать, это ваше решение. Вот однажды я спросил своего друга, пастора из соседнего города. Ты можешь мне дать совет, как в твоей церкви определяют твою зарплату? Брюс, мы поступаем очень просто. Мы посчитали, сколько учителя в нашем городе зарабатывают. Я подумал, ну, учителям обычно много не платят. На что он мне сказал, ну, знаешь, в нашем конкретном городе учителям платят достаточно. И я написал письмо директору нашей школы в нашем городе, потому что я лично хорошо его знаю. Не мог бы ты прислать мне таблицу с указанием зарплат учителей в твоей школе? Он мне тут же прислал ответ, там была таблица. И зарплата зависела от количества проработанных лет, от полученного образования и от степени, которую обладали учителя. Такая была таблица. И это было очень полезно. Потом, когда собрались наши старейшины, я им сказал, вот смотрите, я сравнил свою зарплату с зарплатой учителей, с их опытом, образованием. И определил, что вы мне платите столько, сколько и надо. О, очень интересно. Я не знаю, как в вашей стране, в вашей культуре, может быть, учителям платят мизерные зарплаты, может, им платят очень много. Но как бы там ни было, в вашем обществе есть люди, смотря на которых, можно сказать, что наш пастор, наши руководители должны получать примерно столько же, чтобы они могли заботиться о своих семьях. Не хотим, чтобы он был богат, чтобы у него было больше того, что необходимо для жизни, для заботы о своей семье, но мы также не хотим, чтобы он был беден. Если для вас это полезно, я думаю, это хороший пример того, как можно решить вопрос о зарплате пастора. Те, кто несут служение достойно, особенно в слове и учении, должны получать сугубую честь, как в уважении, так и в оплате их труда, за их служение, чтобы они не вынуждены были жить, лишь с трудом сводя концы с концами, дая о том, где им найти деньги на еду. И говорят честно, вот что еще произошло однажды в нашей церкви. И это трудно измерить. Это произошло где-то за месяц до того, как мне нужно было вылетать в Россию. Мне позвонила женщина из нашей церкви. Мы с мужем вот закололи нашу корову, и нам мяса слишком много. Можно ли предложить вам немного мяса, «А вы бы положили в морозильник на зиму?» И я ответил, «Это было бы здорово. И знаете что? Наш морозильник был почти пуст. Почти все, что в нем было, мы уже использовали». И я сказал, «Знаете, это был бы замечательный подарок». Я подумал, как интересно, что Бог знал о том, что наш морозильник пуст, и побудил кого-то, кто только что заколол корову, и которому слишком много мяса, поделиться с нами. Они принесли где-то четыре сумки замороженного мяса, и этого хватит на всю зиму. Слава Богу! Выписали ли нам чек или дали денег? Нет. И очень часто в нашей церкви в разное время года без всякой на то причины в наш почтовый ящик кладут конверт, в котором немного денег, и открытка, «Пастор, мы думали о вас. Сходите всей семьей в пиццерию или в ресторан». И это огромное благословение. Я бы не хотел, чтобы вы ушли сегодня со словами, «Надо посмотреть на зарплату нашего пастора», но ушли со словами, «Как я мог бы благословить пастора и его семью тем, что у меня есть? Да, может быть, у меня не так много, но то, что вам Бог дал, Он дал, чтобы вы делились, и благословение получит не только ваш пастор. И вы будете благословлены радостью даяния». И опять же, это лишь предложение. Иногда мы мыслим слишком узко, стараясь понять, какую награду готовил для нас Бог. А Бог говорит, «О, у меня готово на гораздо больше для вас». Итак, это первый стих. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». И в описании говорит, «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». И первая фраза о том, что нельзя заграждать рот у вола молотящего, взятый из Ветхого Завета. В то время, вы прекрасно знаете, у земледельцев не было комбайнов или тракторов. И вот что они делали. Я приведу в пример пшеницу, потому что мы сами выращивали когда-то пшеницу. Когда наступало время жатвы, мы заводили наш комбайн и собирали урожай. Но у них не было комбайна, поэтому они срезали колосья серпом, собирали их снопы, чтобы они могли просохнуть на солнце и ветре. И потом, когда эти снопы просыхали, какое-то время, несколько дней, они брали их, клали их на телеги и везли в место, которое называли молотильной. Молотильная была местом, где в центре был огромный камень, плоский камень. И как мне представляется, он был диаметром 6 метров, может быть, даже больше. Обычно это место было на вершине холма, но это был плоский, большой камень. И вот они брали эти снопы и раскладывали их вот на этом камне, а потом приводили валов, и валы ходили по этим колосьям. И когда валы наступали на колосья, они очень тяжелые, большой вес у них, то сами зерна отделялись от колосьев, выпадали из колосков. И в итоге оставалось солома и зерно, они отделялись друг от друга. И что они делали далее? Они отводили валов в сторону, а сами брали лопаты и подбрасывали все вверх. Ветер уносил солому в сторону, а зерно падало обратно на камень. И здесь идет речь о валах, то есть когда валы ходят по этому камню и втаптывают колосья, отделяя зерна, то Павел говорит, пусть едят. Они работают, поэтому пусть едят часть того, что производят во время работы. И это ветхозаветный принцип, но он подтверждает тот факт, что нужно заботиться о своих пасторах и служителях. И далее он говорит, трудящийся достоин своей награды. Знаете, кто это сказал? Иисус. В Евангелии от Луки, в 10 главе, в 7 стихе, Иисус сказал, трудящийся достоин награды за труды свои. Если вы работаете, то достойны вознаграждения. В одном из других посланий, которые написал Павел, в первом или во втором послании к пессалоникийцам, речь идет о людях, которые ждут пришествия Христа, они продали свои дома, они просто сидят и ничего не делают. И Павел пишет, пусть работают. А тот, кто не работает, тот и не ест. Нужно готовиться к пришествию Христа, но готовясь, необходимо работать. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Павел пишет, если у вас есть способность работать и зарабатывать на жизнь, и пастор работает, и у него не остается время на другую работу, потому что он вникает в Писание, проводит время с людьми, то вы должны помогать пасторам и своим руководителям, заботясь о них и проявляя в этом уважение и честь. Это позитивная сторона. Далее идет негативная сторона. Посмотрите, что происходит. 19 стих. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. С этим трудно обстоят дела в церкви, когда людям вы перестаете нравиться, когда вы сделали что-то, обидев кого-то, или сделали что-то неправильно. Вот знаете, как пастор, мне кажется, что я не могу выиграть. Я что-то говорю в проповеди и думаю, вот интересно, как они это поняли. Может быть, это их задело и обидело. Я пытаюсь это сказать по-другому, но тогда обижают другую группу людей. И как мне кажется, именно это происходило в ранней церкви, когда старейшины или пресвитеры церкви делали что-то или говорили что-то, то тут же находился кто-то, кто говорил, «Знаете, пастор сказал то-то и то-то. Надо избавиться от нашего пастора». А Павел говорит, «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». И так было прописано в иудейском законе. Нельзя было обвинить кого-то в убийстве на основании одного свидетеля. Требовалось два свидетеля. И Павел говорит, «И в церкви должно быть точно так же». Если пастор или служитель церкви сделал что-то неправильное или согрешил, а кто-то распространяет сплетни и клевету о нем, пытаясь растоптать его, то Павел говорит, «Это совсем нехорошо». Если пастор действительно согрешил, то двое или трое людей должны знать об этом, прежде чем вы подойдете к нему и предъявите свои обвинения. Со служителями необходимо обходиться справедливо. Вот что самое трудное для родителя — это знать, когда наши дети... Позвольте сказать иначе немного. Самое сложное для родителя — это разобраться, правдиво или нет обвинение одного ребенка на другого. Вот кто-то из наших детей подбегает к нам и говорит, «Папа, папа, папа, у Саши меня толкнуло». «Так, Саша, ты толкнула его?» «Нет». «Саша, ты толкнула?» «Нет». «Чендлер, а кто-то видел, как Саша толкнула тебя?» «Нет, папа, никого рядом не было в тот момент». «Я говорю, кто-то из вас говорит правду, а кто-то нет». «Чендлер, Саша толкнула тебя?» «Да, папа». «Саша, ты толкнула Чендлера?» «Да, папа, ты меня накажешь?» «Я не хочу, чтобы ты меня наказывал». И это трудно, так как это одно свидетельство против одного свидетельства. Но если все четверо наших детей играют во дворе, и кто-то из детей толкает другого, и все остальные это видят, тогда просто. Они все прибегают домой, и, может быть, Сашу обидели, ее толкнули. «Хорошо, Саша, что же случилось?» «Лэнда ударил меня». «А кто-нибудь это видел?» «Михейла и Чендлер подходят и говорят, «Да, папа, мы видели, как Лэндон толкнул Сашу». «Лэндон? Ты толкнул Сашу?» «Да». Но она, и он дальше объясняет, почему он это сделал. Но наличие свидетелей очень важно, потому что это подтверждает обвинение. И так часто в церкви люди говорят о произошедшем церкви, о пастыре или о служителях. «Я не знаю, кто говорит правду». Если служитель согрешил, и есть двое или трое свидетелей, то вот что нужно сделать. 20 стих. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». И вот какой здесь принцип. Никогда не прислушивайтесь к сплетням о служителях, или даже к серьезным обвинениям, когда они исходят из уст одного человека. Никогда не слушайте сплетни, и никогда не прислушивайтесь даже к серьезным обвинениям из уст одного человека. Но, как написано в 20 стихе, Если это можно доказать, что пастор или служитель согрешает вновь и вновь, то его необходимо обличить. И заметьте, как это нужно сделать. Его необходимо обличить перед всеми. И, как я понимаю, то есть перед всей церковью. Мне трудно представить, насколько тяжело это для пастора. Давайте придумаем плохой пример. Давайте предположим, что я изменяюсь своей жене. У меня связь на стороне. У меня ее нету. Мы просто придумываем. Я люблю мою жену, я ей верен. Но давайте предположим. Я изменил. У меня любовница. Я надеялся сохранить это в секрете. Я все еще проповедую, церковь продолжает расти. Но кто-то вдруг узнает о моей связи. И даже не один человек, а двое или трое. Когда обнаруживается, что я делаю, меня обличают. Но я говорю, нет, это все неправда. Мне говорят, у нас есть свидетели. И не один, а больше. Пастор Брюс, вы готовы покаяться? А я говорю, нет, мне не в чем каяться. Это все неправда. Я уверен своей жене, но я лгу. И вот что они делают. Они собирают членское собрание. Приглашают меня на него и говорят. Пастор Брюс изменял своей жене много раз. И он не желает каяться. Мы обличаем его перед лицом всего собрания. Вы можете представить себе, каково это? У нас была ситуация подобная этой в нашей церкви. Похожая ситуация. Я пришел в церковь Эфиль где-то 13 лет назад. Я был первый помощник пастора в этой церкви. До этого не было помощником пастора. Я был первым. И вот в течение первого года было откровение, что старший пастор имеет неподобающую связь с женщиной, которая оказывает душепопечение. И вот летом того года старейшины обличили его. А он им говорил, но это всего лишь душепопечительская помощь. Они говорят, есть тот, кто видел, как ты держал ее за руку, а ты женат. Входимо закончить эти отношения. Да нет никаких проблем. Нет никаких отношений. И это было в мае, как мне кажется. В начале ноября пришло сообщение, что отношения продолжились. И я только-только начал служение. И вот провели исследование и обнаружили, что этот пастор и эта женщина встречались регулярно. Была ли сексуальная связь или нет, но это было однозначно неуместно. И вот вечером двое служителей и я пригласили его на встречу. «Пастор, у нас есть надежные доказательства, что ты не верен своей жене». «Ой, это неправда». Он защищался. Он разгнился, сказал, «Все, я увольняюсь». Мы сказали, «Пастор, тебе необходимо оставить служение, но мы окажем помощь, душепопечительскую помощь». Он говорит, «Незачем. Меня и раньше обвиняли. Все, я ухожу. И я не признаюсь в том, в чем вы меня обвиняете. Все, я ухожу». Это было в четверг или в пятницу. И было решено, что он не будет проповедовать в воскресенье. Мне нужно было подготовить проповедь. Оставалось два дня. Он больше не проповедовал никогда. Но мы пригласили его на церковное собрание. Старейшины высказались. Они не говорили всех подробностей, стараясь сохранить церковь от всей этой грязи. Но они объяснили всем, что произошло. А затем настала его речь, выйти и сказать, что он собирается делать. Но он не сказал всей правды. И когда собрание закончилось, и мне хотелось бы сейчас отмотать пленку и сделать все иначе. Когда собрание закончилось, люди подходили к нему, обнимали его, желали ему самого лучшего, его переездил в другой город. Они думали, что он переезжает с своей женой и с двумя детьми. Но все обстояло иначе. Он уезжал один и оставлял жену с детьми одну. И я помню, как его жена сидела во время этой встречи на последнем ряду в церкви. И люди подходили к ее мужу выразить их любовь, а не к ней. И это было ужасно. Мы, как старейшины, должны были быть более конкретными и сказать, пастор согрешил. Он оставляет свою жену. Он не просто перестает быть вашим пастором. Он жил во лжи. Мы не были достаточно конкретными. Мы старались проявить осторожность, чтобы сохранить церковь, но, проявляя осторожность, мы растоптали его жену, которая после этого осталась в церкви, но не доверяла церкви, не доверяла служителям, потому что мы не сделали того, что должны были сделать. Мы сделали что-то, но не сделали всего, что нужно было. И Павел пишет Тимофею, «Тимофей, если служитель продолжает грешить, его необходимо обличить, чтобы и прочий страх имели, чтобы у других было благоговение перед Богом, потому что это дом Божий». Вы помните, мы несколько раз говорили о том, что для Павла самое главное — Евангелие. И если служители проявляют неверность, то это разрушает дело Евангелия. 21 стих. «Пред Богом и Господом Иисусом Христовым и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Павел дает понять Тимофею, и это очень важно. «Я заклинаю тебя перед Богом и Господом Иисусом Христовым и избранными ангелами. Ты должен это делать. Если основание церкви в лице ее служителей, пастора, учителей, если оно разваливается, то и вся церковь развалится. В 22 стихе он пишет, «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым». Павел говорит о рукоположении. Когда появляется новый пастор в церкви, то проводится служение и рукоположение. Когда служители собираются и возлагают руки на него, подтверждая тем самым полномочия руководить церковью, Павел говорит, «Не делай это слишком быстро». Тимофей, ты должен знать служителей, должен испытывать своих служителей, чтобы убедиться, что они верны. Вспоминается принцип, заложенный в Евангелие от Матфея 18 главе об обличении. Иисус учит сначала один на один, потом позови свидетелей. Если брат покаялся, то приобрел брата. Если нет, то нужно перед всей церковью. «Тимофей, если есть грех, то заклинаю тебя Богом, Отцом, Сыном, надо остановить это ради свидетельства Евангелия твоей церкви. Не рукополагай, слишком быстро, поспешно». 23 стих в моей Библии, он помещен в скобки. Такое впечатление, что Павел вспомнил одну мысль, которая, казалось бы, не имеет отношения к тексту, но он решает написать об этом Тимофею. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Он говорит о жизни служителя, который отличается порядочностью. И всегда во всякое время были аскеты, которые говорили, «Этого делать нельзя, и этого делать нельзя». «Нельзя ни капли алкоголя, вино вообще нельзя употреблять». И Павел словно говорит Тимофею, «Тимофей, когда люди смотрят на твою жизнь и критикуют тебя за это, за это, за это, Тимофей, ты должен употреблять вино для своего желудка. И не беспокойся, и не сильно переживай о том, что люди подумают по этому поводу, ведь нельзя совсем не заботиться о себе. И опять же, у нас с Тимофеем так много общего. Иногда чрезмерно переживаю о том, что люди подумают обо мне. Иногда отмечаю, что живу уже не ради себя, а ради других людей. В Америке есть даже такой термин «созависимость». То есть я зависим от того, что вы подумаете обо мне. Если я вам не нравлюсь, то я и себе не буду нравиться. Поэтому я буду стараться угодить вам и вам, понравиться вам и вам. И все лишь для того, чтобы лучше чувствовать о самом себе. У Тимофея это же слабость. И Павел пишет, Тимофей, будь честен, но если тебе нужно заботиться о своем здоровье, и для этого нужно употреблять немного вина, а людям это не нравится, не заботься о том, что они говорят. Ты должен заботиться о себе. После 23 стиха он продолжает мысль в 24-25 стихах. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». Тимофей, иногда грехи некоторых людей сокрыты от твоего взора, и я говорю «Аминь». Когда я в церкви, в воскресенье утром встаю за кафедру, и я думаю, как и везде, люди стараются одеться в церковь покрасивее, поприличней. У женщин красивые прически, они очень привлекательны, мужчины стараются одеться понарядней. И я не могу распознать, сидит передо мной грешник или нет. Все выглядят счастливыми, радостными, мы говорим, все надели маски. «Когда мы приходим в церковь, мы надеваем маску, потому что не хотим, чтобы люди знали, что у нас там внутри». И Павел говорит, когда дело доходит до грехов, в ком-то их можно распознать, но у других они сокрыты. Но позднее обнаружатся. И людям следует знать, что и грехи обязательно дадут о себе знать. Иногда я наблюдаю за человеком какое-то время и говорю, я вспоминаю, как он выглядел, скажем, три месяца назад. Сейчас на его лице больше беспокойства. Он выглядит более усталым. Может, что-то происходит. Может, это просто сложности в семье или на работе. А может, это грех. И Павел говорит, «Тимофей, какие-то грехи явны сейчас, какие-то откроются лишь потом». Такова реальность в церкви. Тимофей, будь верен. И далее он говорит, что с добрыми делами так же. Иногда добрые дела явны, а есть добрые дела, которых никогда не узнать. У меня есть друг в церкви, который старается делать незаметно добрые дела. Он любит делать что-то хорошее для людей, но старается, чтобы они об этом не узнали. А есть те, кто делают добрые дела открыто. И знаете, это нормально. Но самое главное, чтобы приоритете оставалось благовестие нашей церкви, там, где мы живем. чтобы мы делали добрые дела не для того, чтобы люди прославляли нас, но чтобы они прославляли Бога. Чтобы их внимание было привлечено к Богу Вселенной, Который послал Сына Иисуса Христа даровать надежду и жизнь людям в нашем городе, которые в этом отчаянно нуждаются. Павел очень много внимания уделяет служителям. Как им следует платить, как о них следует заботиться, что им следует оказывать сугубую честь, если они служат достойно. Но тут он предупреждает, если служители грешат, то надо обличить их. Надо посмотреть в лицо проблеме и сказать, вот это надо сделать. Потому что только Бог знает сердце. И служители должны быть настолько близки Богу, чтобы Он давал озарение и понимание, как поступать. И я убежден, что быть частью церкви в 21 веке совсем непросто. Это очень сложно. И, честно, я думаю, не важно, сколько человек церкви. 20, 200, а может быть, 2000. Сейчас очень тяжелые времена. Люди живут в трудных обстоятельствах, в сложных взаимоотношениях, сложная обстановка в семьях. И чтобы вести людей сегодня, нужны верные и посвященные служители. Я несовершенен. И те служители, с которыми работаю, они несовершенны. Но мы служим Святому Богу, Который постоянно освящает нас в образ Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы мы думали так, как Он, и жили так, как Он. Когда разбираешь отрывок подобно этому, задаешься вопросом, «Ну, может, тот, кто слушает нас сегодня или смотрит, кажется сам себе, но я никогда не буду служителем. Если это так трудно, никогда не буду. Я не хочу быть на всеобщем обозрении. Порой я говорю нечто подобное». Я помню, как с одной встречи я ушел со слезами и сказал сам себе, «Ушел, чтобы я работал на ферме». Как бы я хотел сейчас сидеть за рулем трактора или комбайна и просто наслаждаться этим миром. Ну, знаете, в жизни пастора есть очень трудные дни, но есть дни невероятного, огромного благословения. Бог призвал меня к этому служению. Бог попросил меня это делать, и я согласился. Какую-то награду за то, что я делаю, я вижу уже сейчас на этой земле, вижу изменения в людях, но основная награда ждет меня во славе, на небе однажды. Я не знаю, какой она будет. Но те из вас, кто задумывается о руководстве церковью, не убегайте от этого. Прислушайтесь к сердцу. Вы можете говорить, «Да, церковь моя несовершенна, но я могу что-то изменить». И может следует ответить на призыв, который Бог поместил в ваше сердце, и сказать, «Я сделаю все, что ты мне повелишь, с твоей крепостью, с твоей радостью, с твоим миром, теми дырами, которыми ты меня одарил». И в конце жизни, я надеюсь, ты скажешь, «Хорошо, добрый и верный раб, потому что в тебе столько сострадания к этому миру». Евангелие. Все ради Евангелия. Итак, мы подошли к концу пятой главы, и мы рассмотрели три группы людей. Общую группу, затем вдов и, наконец, служителей или пресвитеров. В следующем занятии разберем рабов, что говорится о них. И после этого закончим изучение первого послания Павла к Тимофею. А сейчас перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова